Всем добрый вечер. 13 октября. Вторник. У меня сегодня выходной, завтра работаю. Здесь у меня тушится капуста в мультиварке. Осталось минут 8. Идут вечерние новости 6-часовые. Здесь у меня приготовлен фарш. О, это мясо. Под ним лук. Две головки. Сейчас муж придёт с работы. Фарш мне накрутит, а я сделаю котлетки. Я уже сковородку приготовила. Здесь макароны сварила. А вот фарш я крутить боюсь. Короче, вот там наверху мясорубка стоит. Я, конечно, сейчас, может быть, её достану, но включать не буду. Я боюсь ужасно. Это, честно говоря, моя нервная система не выдерживает шума мясорубки. Я её боюсь. Так. Такие вот дела. Фу. Надо немножко окно приоткрыть, чтобы дышать нечем. В квартире убралась. Постель поменяла. Пол вымола. Так, не знаю, видите вы меня там в зеркале? На улице уже темно, но тепло. 13 градусов. Квартири убралась. Постель поменяла. Единственное, что с полок пыль не смахнула. Но зато почистила сантехнику, зеркало помыла в ванной. Короче, осталось только, если сейчас успею, возьму тряпку, пыль протрусью с полок, со стенки, там, в зале, в комнате. На улице темно. Ой, какая красота. Просто хочется вот так открыть окно и просто подышать свежим воздухом. Фу. Но сегодня мы уже гулять не пойдем, потому что еще котлеты хотела сделать. Да и муж сейчас только с работы придет. Я чуть устала сегодня. Уборку делала. На улице сегодня не выходила. Ну, зато вчера вечером мы гуляли часа полтора, где-то полвосьмого вышли. И в девять вернулись. В начале десятого. Ну, в девять. Вчера прогулялись по химкам, такой круг большой дали. Сегодня уж не пойдем, потому что уже седьмой час. Не знаю, во сколько он придет. Всегда по-разному приходит. Иногда в шесть, иногда в полседьмого, иногда в полдевятого. В общем, как придет, накрутят мне фарш, и я буду котлеты делать. А так у нас капусту я потушила, макароны сварила. Последнюю там колбаску двух сортов я на бутерброды порезала. На две коробочки. Одну коробочку себе на завтра на работу. А вторую, на всякий случай, мужу, если он его вызовет на работу. Если не вызовут, посмотрим. Может, в среду вызовут. А я работаю вторник, четверг, суббота. И все три дня длинные у меня до восьми вечера. Слава богу, завтра хоть можно пораньше, попозже поехать на работу. Потому что мне придется задержаться на два часа, на последний сеанс, в кем не запускать. Вот. Телефон не четко показывает. Вот подошла к окошку, и четко сбилась. Вон, наладилась. Ох, подышать хоть, блин. Хорошо, что, хорошо, что хоть это, вроде похолодало, но, да, погода испортилась. Но, по крайней мере, еще тепло, 13 градусов. Такая комфортная температура. Вчера вообще было сухо. Мы вчера вечерком вышли, прогулялись, так классно. Листья вот эти желтые. Ну, темно уже, конечно, было. Мы вышли поздно, где-то полседьмого, по-моему, вышли. Или полвосьмого. Полвосьмого, то есть, уже темно было. Но все равно улица-то освещенная, идешь, так листья желтые кругом валяются. Клиновые, так красиво. Конечно, лучше днем гулять, но днем у нас не получается. То я на работе, то муж на работе. А вот вечерком после семи. А скорые ребята так продолжают сновать. Снуют туда-сюда весь день. Так. В одной руке телефон держу. Тут и московские. Вот тут у нас шоссе куркинское проходит. Тут и московские ездят. Потому что за Химками микрорайон Куркино. Это Москва. И вот по нашей улице тут эти московские скорые носятся. Туда. Туда и в Куркино. И на планерную, и в Тушину туда. Вот сейчас скорая проехала. Это наша заехала на базу. А хотя это... Ну да, наша, наверное, наша. Ой, как хорошо хоть воздухом подышать, постоять. Через неделю уже сказали похолодает. А какой там через неделю? Уже в воскресенье обещают ночные заморозки. И даже снег. Так что хочется вот так вот. Хоть и дождь, но по крайней мере тепло можно гулять. А когда похолодает, то, как говорится, уже и на улицу выходить не хочется. Вот так прибежишь с работы. И уже не хочется нос высовывать. Я же говорю, вот самый противный месяц, это вот ноябрь. Вот кто родился в ноябре, не обижайтесь. Я уже об этом говорила. Но месяц самый отвратительный. По крайней мере у нас в России. Потому что листьев уже нет. Мало того, что листьев уже нет. Снега еще нет. И все такое черное, мрачное. Еще холодно, и слякость, то дождь, то снег. Листьев нет, снега нет. Такая самая мрачная. Еще и темно, рано темнеет. Жуть просто. У меня у сестры, у родной, 30 ноября день рождения. Кстати, у Любы, 15 ноября день рождения. Канал Любовь и Франко Италия. Еще у кого в ноябре? У Леонардо Ди Каприо, 11 ноября день рождения. Насколько я помню. Ну, Скорпионы, Скорпиончики, да, Скорпиончики. Мои племяшки муж Скорпиончик. У него тоже 21 день рождения. Так. Ну, больше, по-моему, нет у меня знакомых Скорпиончиков. Остальные там раки, львы всякие. А за ними раки на хромой собаке. Ой, кто так шумит? Что ж такое делает? Пробки, они как разъехаться, блин, не могут. Так, у меня там капуста-то не сгорела. Ну-ка посмотрим. Одна минута осталась. Как там моя капуста? Вовремя я. Ох, ёп. Уже горит. Вот, пошли сигналы. Все. Надо выключать. Тут можно было переключиться на функцию тушить. А у меня на функции жарить стоит. Ну, уже пожарилась. Соль. Соль. Выключаем. Не надо больше. Все. Выключила. Она еще постоит немножко. В закрытом виде дойдет. Фу. Что-то так пить захотелось. Водички попить. Налить в какой-нибудь стаканчик. Хоть маленькой. У меня в холодильнике холодная вода есть. Но я что-то холодную боюсь пить. Потому что у меня уже какой-то кашель начался. Я пока убиралась. Я, короче, немножко так запарилась. Я уже в душ сходила. Турция там что-то все бузит. Сходила в душ. Уже искупалась. Потому что завтра на работу. Ну, там. В душ приняла. Помылась. Голову помыла. Все. Пила водички. Так. Ну, ладно, ребята. Будем заканчивать. Так. Кто там говорил, что у меня шторы нет? Вот штора висит. Вот вторая. Просто я ее это за батарею засовываю. Вот, пожалуйста. Шторы висят. Кто хотел шторы? Конечно, со шторами аккуратней. Красивее как-то. Уютней, так скажем. Ну, гордина хреновая. Просто струна. С крючками. Мне больше нравятся такие типа деревянные гордины. Такие тяжелые гордины нравятся. С круглыми кольцами. С другой стороны, когда вот это все висит, тут болтается. Может быть, даже лучше какие-нибудь такие шторы, которые вверх поднимаются. Типа жалюзи, только горизонтальные такие. Ну, типа римские шторы матерчатые. Вот такие, чтобы они вверх поднимались. Вот такое что-то хочется. Не знаю. Только непонятно, как стирать, если они пластиковые. С тряпками понятно. Тряпку снял, постирал. Так, все. Капуста доходит. Чай я уже пила. Яблоко хочется съесть еще. Надо сейчас. Достану себе яблоко. Я сегодня в магазин не ходила. У меня две коробочки с бутербродами. Творог зернистый. Сметана. Блин, никто мои не ест. Оладьи банановые. Сегодня я две штучки съела. Никто не ест. Я, кстати, забыла. У меня кабачки есть. Кстати, можно из кабачковой оладьи сделать. Но можно просто кабачки потушить. Помидорчики у меня тут. Помидорчики, огурчики. А вот яблоки. Съем я, пожалуй, яблоко. Я ходила вчера в магазин. По килограмму купила помидоры, огурцы, бананы. Ой, не бананы, а яблоки. Только морковку купила, помидоры, огурцы. А, яблоки были у нас. Или я купила. Я уже не помню, честно говоря. Склероз, склероз. О, все. Помыла яблоко. Так, все, ребятки. Всем пока. Завтра я работаю. С утра, наверное, небось дождь будет. Поэтому стоять на улице снимать завтра не буду. Скорее всего, завтра ничего не буду снимать. Если только, когда у меня там выходной. Среда, пятница, воскресенье. Трансляция теперь не знаю, когда будет. Либо в пятницу, либо в понедельник. Слишком часто не стоит. Раз в неделю достаточно. Может быть, следующий. Может быть, традицию такую сделать. По понедельникам выходить. В остальные дни видюшки. Всем пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok